У нас в гостях Волошинова Наталья Александровна, доцент кафедры государственного управления, кандидат экономических наук Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Доброе утро! Здравствуйте! Что ж, летом я вас поздравляю, себя и наших телезрителей тоже. А лето это что? Это каникулы у детей. И в эти каникулы очень интересно было бы детей чему-то очень полезному научить, а именно финансовая грамотность. Это, мне кажется, очень актуальная проблема, всегда была. И до сих пор таковое и остается. Давайте же поговорим о том, как правильно научить ребенка быть финансово грамотным. Прекрасная тема, полностью с вами согласна. Главное, чтобы ребенок хотел. Мы-то с вами, правильно вы сказали, каникулы. Дети хотят отдыхать, а здесь мы с вами начнем их учить. Экономики. Экономики, как зарабатывать. Не каждый их захочет. Вот те дети, которые хотят, пожалуйста, внимание, родителям, чем-то. Думаю, поможем, да. Я считаю, самый лучший пример, чтобы научить ребенка, это собственный пример. Да. Вот родитель на своем примере показывает, как надо относиться к деньгам. Экономить, не экономить, делать обдуманные покупки, необдуманные. И ребенок, глядя на родителей, он, соответственно, вот формирует уже такую свою какую-то модель поведения по отношению к деньгам. Но мы с вами должны не забывать, что ребенок, это ребенок. И поэтому лучше всего чему-то его учить в игровой форме. Ну и вы, наверное, и я, и наши зрители играли когда-то в настольные игры, настолки. Монополия, бизнесмен, империя. Вот это вот все денежное. Можно с ребенком, это даже не обязательно летом мы играем. Мы можем в течение года и смотреть, вообще интересно это ребенку или неинтересно. Сам вот этот вопрос финансов. Да, есть дети, которые с удовольствием играют, им интересно инвестиции, акции, покупать маленькие предприятия, большие. А есть дети, которым не очень это интересно. Маленькие волчата с Уолл-стрит, знаете. С Уолл-стрит, да. Но это один момент игра в настольные игры. Еще я вам могу сказать, что при поддержке Министерства финансов Российской Федерации было создано приложение в телефоне. Называется оно, если я не ошибаюсь, финзнайка. Это финзнайка для детей первых-четвертых классов. Это вот в такой игровой форме, там загадки, квесты, какие-то небольшие тесты. Ребенок может скачать, установить и пробовать свои силы в этих вопросах. В чем большой плюс этого приложения? В том, что родитель может также в этом приложении зарегистрироваться как наставник и давать определенные задания своему ребенку. Вот это, мне кажется, очень интересно. Когда не просто ребенок играет в какие-то вопросы финансовые, но когда родитель, допустим, он советует ему бюджет какой-то составить элементарный, на день, на месяц и так далее. Это для первых-четвертых. Если мы с вами говорим о средней школе, ну давайте так постепенно подниматься по возрасту, то есть платформа, онлайн-платформа, называется она Умназия. То была финзнайка попроще, а это Умназия. Там есть интерактивный курс, который учит уже школьников, как я сказала, начальной и средней школы вот этим вопросом финансовой грамотности. Можно вот на базе этой платформы пробовать свои силы. Там также задания, там также квесты, но уже на более таком серьезном уровне. Если мы с вами говорим о школьниках старших классов, то здесь уже мы прекрасно с вами понимаем, и вы были, и я была. Здесь уже будет конкретный интерес в накоплении, в тратах, какие-то свои цели, какие-то свои задачи, что-то хочется. И это что-то можно получить либо сейчас, если очень сильно попросить, либо же не сейчас, если это начинать копить, копить, копить и зарабатывать. Опять же, мы с вами можем говорить с двух позиций, с позиции накопления и с позиции трат. То есть, когда у ребенка есть определенная сумма, которую ему на день рождения подарили все родственники, он посчитал, ему хватает для того, чтобы себе что-то купить. И он идет, это покупает сразу. А бывает ситуация, когда ребенок что-то хочет, не хватает его каких-то накопленных сбережений, копилочка еще у него пустая, и надо копить. И вот этот вопрос накопления, он не только для детей, он и для взрослых очень важен. Когда мы, готовы ли мы отказывать себе в чем-то каждодневно, для того, чтобы откладывать на будущее и на будущее, не сорвемся ли мы. То же самое ребенок. Может быть, в какой-то момент ему надоест копить, и он скажет, все, я куплю себе телефон или игрушку, мы же не знаем, на что он купит. Или дешевую, или меньших размеров, или проще. Но вот хочу вот сейчас, уже не могу ждать, не могу копить, хочу купить сейчас. И вот здесь задача родителя убедить, показать, что надо подождать, что будет лучше приобретение чего-то более дорогого или более хорошего, чем ты сейчас потратишь деньги. Опять же, вот пока я говорю с позиции примера родителей. И также родители могут очертить возможные пути зарабатывания или пути накопления. То есть, или ты просто не работаешь, вот как вы говорите летом, не работай, отдыхай. Либо же ты чем-то занимаешься. Но мы здесь с вами говорим, опять же, про разный возраст детей. По законодательству, по трудовому кодексу, ребенок имеет право работать с 16 лет. Согласие родителей с 14, в исключительных случаях может с 12. Но, это мы говорим про официальное трудоустройство и работу. Но ребенок же может выполнять какие-то дополнительные работы, какие-то просьбы за определенное вознаграждение. Вот это тонкая грань, когда, знаете, говорят, что же я буду платить за каждую помытую тарелку или за каждый выкинутый пакет мусора. Это же обязанности ребенка. Да, здесь вот, опять же, родителю надо четко объяснить, что является обязанностями ребенка, которые не оплачиваются ни в коей степени, чтобы потом не было я попылесосил, платим, где мои деньги. И предложить вариант помощи соседям. Вот это очень здорово. Погулять с собакой соседской. Принести воды. Принести воды, сходить в магазин, там, допустим, бабушке-соседке помочь, там, ей далеко, ей тяжело принести, она чем-то поблагодарит определенным. Понимаете, чтобы ребенку было, чтобы он понимал цену своего труда. Да, это очень важно. И тогда деньги, заработанные вот в этом русле, они будут намного для ребенка ценнее и важнее, чем те, которые он получает на подарок. Потому что это просто так, а здесь он подругился. Да, когда он понимает, что вот будет праздник определенный в его жизни, и придут, и все равно подарят эти деньги, и его задача просто их с благодарностью принять и посчитать. На самом деле, вот, вы затронули тему еще осознанного потребления, и мне кажется, что это вот то, что вот, как бы, современный мир сейчас окружает, да, финансовая грамотность, ну, такие словосочетания красивые, финансовая грамотность, осознанное потребление. И мне кажется, что это очень здорово, что это приходит к нам в обиход, хотя бы вот сейчас мы уже знаем, как это называется, пусть не все применяют это на практике. Но вот я лично попробовала вот осознанно потреблять, и хочу сказать, что оказывается, я вот от 25-го свитера очень могу легко отказаться, и от 50-х пары джинс, например, абсолютно легко. А если это третий свитер и третья пара джинс? А это уже можно подумать, знаете, так чуть-чуть. Это еще надо, да? Это еще, ну, опять-таки, есть базовый гардероб, если мы говорим о женщинах, да, и мне кажется, и многим мужчинам это тоже интересно. Очень здорово, что в современном мире сейчас присутствуют уже вот такие вот термины, которые подталкивают нас грамотно, в принципе, свои финансы выстраивать. И опять-таки, вот я вспомнила, оказывается, в детстве нас-то учили финансовой грамотности, вот эти копилочки, то, что там по рублю мы собирали, а потом как здорово это все, значит, дело разбивать и считать. И оказывается, на что-то нам даже и хватает. Вот правильно вы сказали про осознанное потребительство. Как объяснить ребенку, что пять кукол еще нормально, а шестая это уже лишняя? Ой, нет, про детей я вообще не знаю. Я себя еле могу переубедить. Или как объяснить, что четыре мороженое хорошо, а вот пятое это уже может быть ангина? Вот как ребенку это донести, какое количество нормально, а какое это уже лишнее, и можно на него не тратить, и можно потратить на что-то другое? Вот это вот большой вопрос, на самом деле, касаемо детей, особенно насчет игрушек. Это же ведь вокруг нас, это везде реклама, это мультики, это хочется иметь вот именно вот эту вот куколку или вот эту вот машинку, там не знаю, чем дети сейчас увлекаются. Но тем не менее, вот как вот этот момент тоже построить правильно? Смотрите, вот здесь есть два момента, опять же, с позиции родителя. Родитель должен давать свободу, во-первых, в распоряжении своими деньгами. То есть если ребенок это получил, заработал, накопил, то это твое. И родитель, конечно, должен сказать, что принимай решение насчет своих объемов денег самостоятельно. Финансовых вложений. И должен быть готов родитель к ошибкам, что ребенок не сразу будет грамотно тратить, и не всегда купит то, что надо, что полезно. Он может купить что-то такое, которое ему принесет удовольствие сейчас, а через 10 минут оно ему будет неинтересно, и он расстроится. Да, это я понимаю. Вот, поэтому не надо никогда то, что наказывать, ругать, не туда потратил, можно было вот сюда, можно было туда. Да, ну это деньги ребенка, вот пусть он ими распоряжается сами. В зарплату же родителей никто не вмешивается. Вот, дети тем более. Вот очень интересный момент про тонкие грани, скажем, да, вот что вы затронули. Как правильно и грамотно, и самое главное с любовью ребенку объяснить, что вот это твои денежки, ты будешь вот, ты волен распоряжаться именно так, как ты захочешь, там, да, а наши деньги, это наши деньги. И вот как сделать так, чтобы ребенок ни в коем случае не подумал, что, чтобы не осталось вот этих вот детских травм. Что его ущемляют. Что его не любят, да, что его заставляют покупать на свои деньги, а ему 5 лет, и что, откуда брать это? Здесь должно быть четкое понимание того, что карманные деньги, которые получает ребенок от родителей, они будут всегда. Не знаю, с какой очередностью в каждой семье они выдаются, каждый день, раз в неделю. Но это должны быть карманные деньги, на которые ребенок может рассчитывать. На проезд, на какой-то перекус, на какие-то дополнительные затраты в учебном учреждении, там, в школе или в университете. Да, материальная подушка такая. Да, то есть он в этом уверен, что это у него будет. Своих денег он это покрывать не будет, эти расходы. А вот свои деньги он тогда, как я уже сказала, решает сам, куда ему целесообразнее направить. И что родители, ну, разные бывают семьи, иногда родители говорят, можно мы у тебя займем, а потом мы тебе вернем. Такой вариант возможен в семейных отношениях между родителями и детьми. Но главное, чтобы родители возвращали то, что они занимают у детей, не обманывали. Потому что ребенок даст, будет ждать, а родители скажут, ну, тебе не сильно надо, нам надо было нужнее на какую-то крупную покупку. Поэтому ты подождешь. И, соответственно, ребенок в следующий раз уже не будет верить и не будет так с радостью предоставлять родителям этот кредит. Потому что кредит доверия уже будет нарушен. Потому что финансово грамотные дети – это наша инвестиция в развитую экономику, в будущую экономику страны и государства. Если ребенок научится, опять же, смотря с какого возраста, грамотно распоряжаться, не только своими деньгами, как мы с вами говорили, он же должен научиться их зарабатывать. Одно дело – получить от родственников, второе дело – заработать своим трудом, своими умениями, своим талантом каким-то. Он может что-то рисовать, он может петь, он может на каникулах летом взять, не знаю, скрипку, гитару и стоять где-то, ну, мы с вами знаем случаи, петь песни, играть музыку, да, и зарабатывать какой-то минимум, но это его, это заработано его трудом. И поэтому, опять же, чтобы ребенок грамотно вот своим творческим потенциалом распоряжался, чтобы он понимал, что вот это мои умения, они принесут мне какую-то определенную монету, а вот это, ну, даже если я что-то там из аппликации делаю, из пластилина леплю, ну, это никто не купит, это никому не надо. Может быть, нас зрители ваши послушают и скажут, а вот в школе, когда проходят какие-то ярмарки солидарности или ярмарки в школах, туда же несут все свои… Это надо разделять все-таки. Это надо разделять, конечно, обязательное мероприятие, когда надо что-то купить и в фонд класса, либо же, когда это вот человек и его товар, и сможешь ты этот товар продать, он кому-то будет нужен или никому он не нужен. Спасибо вам огромное, что вы сегодня к нам пришли, поделились этой информацией. Мне кажется, что многим это очень интересно и, самое главное, полезно. И чем больше финансово грамотных детей у нас сейчас, тем лучше, как вы сказали, экономика наша в будущем. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, что позвали, очень было приятно, всегда рада. Взаимно. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у нас была Волошинова Наталья Александровна. Хорошего вам дня. Взаимно. И вам хорошего дня. Утро Донбасса продолжается. Оставайтесь на Луганск-24. Оставайтесь на Луганск-24.